В Твери впервые прошел региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» для малого и среднего бизнеса. Всего на конкурс было подано более 150 заявок, однако в финал вышло только 24 проекта. Победу среди них одержали 8 предпринимателей. Мероприятие организовано при поддержке Центра «Мой бизнес» в Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. Предпринимательство – это не только произвлечение прибыли, но и решение социальных задач. Заниматься собственным бизнесом – по сути, крупное дело поступок. Надо иметь отвагу, чтобы реализовать свою инициативу, создать работающее производство товаров или услуг. Не ждать помощи от государства, а самому зарабатывать и создавать рабочие места. В номинации «Лучший женский проект» победила Марина Леонович. Волонтер с 20-летним стажем, основательница первой социальной парикмахерской в Тверской области. Участие в этом проекте архиважно для предпринимателей в целом, потому как это очень большая мотивация для тех предпринимателей, которые только начинают свое дело. Так как у меня уже большая база, у меня очень много социальных проектов, мне легче передать свой опыт. И когда будут вот такие вот конкурсы, мы свой опыт уже передаем людям, чтобы не боялись начинать бизнесы, чтобы они понимали, что обязательно есть поддержка и Центра «Мой бизнес», и уже людей, у которых эти бизнесы стоят на ногах. В номинации «Лучший молодежный проект» победителем стала Анна Овчаренко, владелица оленей фермы «Усадьба Судемир», которая существует с 2012 года. Как рассказывает Анна, это семейный проект. Здесь проводят познавательные сафари-экскурсии к оленям, которые живут в естественной среде обитания. Территория усадьбы располагается на площади 350 гектаров земли. Большинство строений деревянные, оформлены в сказочно фермерском стиле. А на территории предусмотрено проведение фестивалей и праздников. А в прошлом году на ферме открылся первый в России музей оленя. Возвращаясь к конкурсу, как рассказывают организаторы, премия «Бизнес-успех» про позитивные перемены, хорошие новости в сфере малого бизнеса и популяризацию предпринимательства, а также про налаживание контактов. Данная премия «Бизнес-успех» позволила нам не только с братом в очередной раз показать, что в Твери есть классные продукты, есть классные материалы, которые экологически чистые, но и рассказать о том, что мы все-таки несем какую-то ценность, которая связана с нашими предками. У нас одежда для всех случаев жизни, поэтому ее можно носить в офисе, ее можно носить на любые мероприятия, встречи. Участие в этой премии – одна из возможностей выйти немножечко на другой уровень, на другую ступень, перейти с регионального уровня на федеральный. Победители регионального этапа получили символ премии в виде фирменной статуэтки и один из ценных призов – право на бесплатное участие в российской или международной выставке, финансирование рекламной кампании в размере 100%, право участия в бизнес-акселераторе, а также приглашение на финал сезона в Москву и возможность побороться за национальную награду. У нас очень хорошие призы и от центра «Мой бизнес». Это льготные условия по мерам поддержки. Мы дарим и сертификат на выставки, заграничные и российские, на софинансирование рекламных кампаний, льготные условия по займам и отличные призы от партнеров. Кроме того, победители получат золотой донкрат, это символ премии. Цель проекта – распространение успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, поиск информации об эффективных муниципальных практиках, улучшение бизнес-климата на малых территориях. За время проведения премии существует много ярких примеров, когда представители малого бизнеса выходили на федеральный уровень и становились успешными. Из Пензенской области Ольга Изранова, она производит средства дезинфекции, которые потом используются в администрации как для президента, так и правительственного учреждения. То есть, благодаря бизнес-успеху, ее заметил первый канал, они сняли сюжет, и она начала поставлять свои модули как раз для таких высших эшелонов. За 10 лет проект объединил более 80 тысяч участников, из которых более полутора тысяч, получили призы для развития бизнеса, став победителями региональных и финальных этапов.